Команда в сиреневых майках с трепетом ждет своей очереди выйти на поле и забить голы. Победить в районном турнире почетно и престижно. Еще престижнее, по мнению маленьких игроков, победа нашей страны на чемпионате мира по футболу 2018 года. Я хочу, чтобы Россия, главное, мечтаю, чтобы Россия выиграла чемпионат мира, ну и чтобы самые лучшие игроки России вошли в сборную, чтобы была сильная наша сборная. Леонель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Агуэра, кумиров у нынешних мальчишек хоть отбавляй. Защитники и форварды – примеры для подражания не только красивой игры, но и спортивного образа жизни. Тренер-общественник Владимир Замятин согласился бесплатно заниматься с ребятами в свободное от работы время. Теперь жизни не представляет без команды «Победа-3». Это эмоции, во-первых, положительные эмоции. Это, во-вторых, здоровый образ жизни, чтобы они были правильными, послушными, чтобы они увлекались именно футболом, а не какими-то вредными привычками. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самаре уже в пятый раз и с каждым годом набирает обороты. Только в промышленном районе Самары заявки на участие подали больше 70 дворовых команд. Среди игроков – как мальчики, так и девочки. В Самаре футбол больше, чем футбол, и дети это знают, помнят. Такой футбол сегодня развивается очень быстро, и многие здесь хотят быть лидерами среди ребят и хорошо играть. Соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдут в несколько этапов. Победители районного выйдут на город. Лучшие поборются за кубок победителя Самарской области. Марья Анна Мирная, Максим Гусев, События.